Романтичное настроение по соседству с гражданской поэзией. И все это приправлено яркими фотоснимками с лицами горожан и видами Вологды. Так видит мир героиня нашего сюжета Александра Кириллова. 23-летняя писательница в этом году приняла участие в городском конкурсе «Город молодых талантов» и стала победителем в номинации «Художественное слово». О творчестве, планах и стихах в сети наш следующий материал. Своё первое стихотворение Александра написала в 7 лет. Это была пародия на сказку Юршова «Конёк-горбунок». Вспоминает, решила создать продолжение любимой истории. Но получилось непонятное сочетание строчек из сказки и каких-то своих рифм. Более серьезно поэзией она увлеклась уже в 15. Сначала была любовная лирика. Теперь же фокус интересов поэтессы несколько сместился. Я начинаю писать на какие-то гражданские темы, на тему истории, что-то про войну. Бывает, я прочитаю какую-то интересную книгу, которая мне очень понравится, и эмоции мне хочется выразить уже в собственном творчестве. Так появилась одно из любимых стихотворений Клара. Его Александра написала, прочитав книгу «Исапель Альенде» «Дом духов». Это история чилийской семьи, пережившей несколько революций и захват власти пиночетом. От имени главного героя написаны эти строки. В верхнем шкафчике Клара, крупы чай и пряности. У стола книги Хайма, стихи поэта и твой портрет. Я не думал, что доживу до глубокой старости, мне сегодня Клара уже 90 лет. А это еще одно увлечение талантливой волокжанки. Фотоаппарат Саша постоянно носит с собой. Начинала с фото студенческих и городских праздников. Сейчас пробует себя в других жанрах. Портрет, пейзажная съемка, макросъемка. В ее фотоархиве несколько тысяч красочных снимков. Но любовь к поэзии всегда на первом месте. Стихи Саши этим летом услышали многие волокжане. Она победитель конкурса «Город молодых талантов», постоянный участник культурных обедов на набережной. Говорить то, что ее слушают и слышат – это главное, а вовсе не собственные сборники. Я бы не хотела заниматься сам издатом, как делают многие поэты, писатели. Вот если однажды когда-нибудь какое-нибудь издательство мной заинтересуется, то тогда сборник будет. А если нет, то нет. То есть у меня нет цели сидеть, клепать книжку на коленке. Мне пока и так хорошо. А пока стихи Александра публикует в своей группе в одной из социальных сетей под творческим псевдонимом Жека Батуров. У ее странички более 6500 подписчиков из разных уголков нашей страны и даже зарубежья. А совсем недавно Саша выпустила аудиосборник своих стихов. В него вошли самые популярные произведения. Выбрать их помогли поклонники ее творчества. Сейчас у девушки большие планы защиты кандидатской учебы в аспирантуре в Санкт-Петербурге на факультете исторических наук и археологии. И, конечно же, творчество. Она уверена, город на Неве вдохновит не меньше, чем родная Вологда.